Субтитры сделал DimaTorzok На улице очень сильный ветер, поэтому решил звук потом уже записать и наложить. Мы находимся на косе Беляус, здесь вот есть такой отель, естественно это не старое здание, это новострой, но реально поражают масштабы. Почему? Потому что все это спроектировать, все это построить в таком стиле выдержанном, действительно очень классно сделано. Отель, кстати, не скажу, что дешевый или среднего класса, там отдохнуть стоит в принципе дороговато. Я бы даже сказал, уважаемые пассажиры. Уважаемые пассажиры, приехали на косу Беляус. Сейчас пойду вон туда вот, посмотрю, что там есть на море. А вот там, а вот там вот сзади у нас озеро Донузлав. Озерцо Донузлав. Очень сильный ветер. Сейчас пойдем сходим до моря, посмотрим что там. Люди есть, в принципе не так уж и много. Всем места хватает. Справа, слева, везде стоят. Ну и из-за ветра вот море у нас немножечко штормит. Даже не то, что штормит, просто большие волны. Хотел поплавать, попробовал, но ничего не получилось. Болтает, мут на дне. Решил сходить на озеро, на Донузлав. Оно не совсем озеро, оно имеет связь с водой в той стране. И кстати, в этом году заметил то, что поставили около каждого такого съезда мусорные баки. А раньше этого не было. И на каждом вот таком вот съезде-выезде просто горы мусора были. В этом году стоят, стоят. Озеро тоже особо не порадовало. Заметил там вдалеке какой-то остров. Вода мутная, волныния на озере большое, ветер сильный. Так еле-еле что-то видно. Тоже решил не плавать здесь, но дойти до этого острова. Потом почитал, значит, товарищ один пишет, что лет 30 назад сюда прибуксировали две ржавые в хлам баржи. Ну а вот это, собственно, то, что от них осталось. Растащили, распилили. Что-то сама природа съела. Контур видно, видно контур. То, что это действительно было судно. Вот в эту сторону у нас идет сужение корбы. Нос четко просматривается. Не знаю, ну через камеру, видимо, плоховастенько видно. До конца дня ничем, в принципе, особым не занимались. Так, отдыхали. Ночь прошла более-менее спокойно. Ветер чуть-чуть поутих. И утром мы выдвинулись уже в следующую точку нашего путешествия. Деревня Марьино. К моему товарищу Николаю. С целью хорошенечко у него провести время. Море, лодка, рыбалка. И все остальные хорошие излишества. Приехали наконец-то к Николаю. Вон сижу, сейчас занимаюсь монтажом. Скачиваю программку, чтобы убрать шум ветра с видео. Ну, а позже потом покажу сам дворик. Все, как здесь происходит. Он поехал на море. С лодкой у него выход сегодня. Вечерком приедет, посидим, пообщаемся. Намаз ущемит. Вчера наконец-то добрались в Марьино, к Николаю. Вот такая вот у нас кухонька. Такая кухонька. Странная. В смысле странная. Это салоноват. Не знаю. А это дворик у него такой. Вон тут кругом грибы. Вот такие розы. Кабаняра какой. Дорис, ты чего там? Дорис уже что-то там грызет. Заначку, наверное, принесу. Вот такой вот братец-кролик есть. Братец-кролик. Дорис, что-то там нашла. Дорис, заначку свою какую-то нашла. Так вот, уютненько. Пойдем искать нашего туриста. Как-то дикий, блин, честное слово. Увидел все, глаза на лоб. Побежал, блин. Блин, ищи его теперь здесь. Дайвинг. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова